Баранович 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 Как видим, в отличие от остальных братьев, Рувим проявляет сострадание к Иосифу. Он единственный из всех этих братьев, хочет отдать ему жизнь, он не хочет поступать так же коварно, как остальные братья. И когда потом братья продали Иосифа, Рувим, написано, возвращается, пришел ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим, и сказал, отрока нет, а я куда денусь? Как видим, Рувим, вот по сердцу, да, этот человек хороший, любит мать, к Иосифу относятся не как все братья, он не хочет его убивать, он хочет сохранить жизнь. Вполне возможно, что он имеет некое уважение к отцу и понимает, что это причинит боль отцу, а Иосиф был любимый сын у Иакова. Чуть позже, если мы пролистнем несколько страниц Священного Писания, мы увидим, что когда вся эта история с Иосифом, она развивается уже потом в Египте, и братья приходят туда, к Иосифу, и вскрывается, что этот человек, который там второй в Египте, это оказывается их брат Иосиф, которого они продали в рабство. Иосиф всю эту историю, помните, там с Вениамином, как он его спрятал, чтобы, не знаю, что он хотел, но вот он пытался как-то показать братьям и себя, и, может быть, какой-то и свой характер. Но когда Рувим узнает, что Вениамин должен остаться в Египте, он опять подходит к Иосифу и говорит, лучше моих детей оставь, меня оставь, но верни Вениамина отцу. Это радость его старости, он любит его, и если мы придем без Вениамина, отец может умереть от горя. Понимаем, да, какое было сердце этого человека, доброе, открытое. Мы бы сказали, хороший человек. Но в то же самое время Рувим был очень эмоциональный, страстный. Может быть, я, конечно, не претендую, что это так, но, возможно, из-за того, что он видел, что Иаков, отец, недостаточно проявляет любви к своей матери, к жене, да, Иакова Лии, возможно, где-то в сердце Рувима была и некая обида к отцу. И вот эта эмоциональность и какое-то внутреннее его переживание, оно потом вылилось в трагедию. Бытие 35 глава, 22 стих мы читаем. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валою наложницу отца своего. И услышал Израиль, и сынов же Иакова было двенадцать. Как мы видим, что вот эта страсть, горящая в Рувиме, она, по сути своей, наложила некую печать. Вот при всем том, что он был хороший человек, добрый, защищался за Иосифа, готов был Вениамина, да, тоже защитить, мать любил, еще что-то у него было. Но когда пришло искушение, вот эта страсть, эмоциональность, может быть, вызванная обидой, может быть, личными какими-то переживаниями, но Рувим не выстоял в этом искушении и опорочил имя Отца. И вот проходит время, и дальше мы видим историю с Рувимом, она развивается, ну, не написано больше в Писании ничего о Рувиме, как там дальше складывались обстоятельства жизни, но вот Иаков понимает, что приходит его время отшествия. И он собирает всех своих детей вместе и пытается в конце жизни дать какие-то наставления. Мы, не знаю, вот у вас, наверное, в Библии тоже так, в моей Библии, в синодальном переводе, там есть такие сносочки, да, о чем эта глава или о чем этот раздел. И вот там написано благословение Иакова своих детей. Он благословляет их, передавая им некую перспективу жизни в будущее. Но когда я читаю, что Иаков говорит Рувиму, мне кажется, это такое немного странное благословение. Посмотрите, Бытие, 49 глава, с третьего текста. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». Рувим понимает, он и есть такой человек, он сильный, он достоин, он для Иакова первенец, он понимает, это вся его жизнь, она складывалась, вот в его, по крайней мере, сознании, как то, что он наследует от Иакова первородство. Потом, когда Иаков умрет, он, Рувим, должен был стать для всех своих братьев, почитаемым, первым. Знаете, ну, в русском языке есть такое коротенькое слово «но». Вы, наверное, все знаете, да, что когда вам что-то говорят, а потом произносят «но», это всегда вызывает некую дрожь внутри, потому что после этого маленького «но» всегда что-то должно быть. Знаете, вот все хорошо, верх могущества, верх начаток славы, да, все хорошо. И потом вот это «но». И я иногда даже вот как-то перечитываю, думаю, у Рувима внутри все оборвалось, как будто, знаете, вот упало так. Что-то значит не так «но». И, возможно, вот там в его сознании прокручивается все, а что я сделал не так? Где я просчитался, где я ошибся? А Иаков говорит, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать. Ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою. Взошел. Посмотрите, вот я не случайно так обратил внимание, ну, подробно на Рувима, чтобы вот какие-то аспекты его жизни. Это, в принципе, все. Вот все, что я рассказал до этого о Рувиме, это все, что Писание нам говорит об этом человеке. Такого значимого, особенного. И потом вот это событие, и вот это одна история, да, кажется, одна ошибка. Один просчет. Только один раз он вошел к этой наложнице, а в последующем увидим, все то благословение, которое он мечтал принять, оно в раз разрушилось. Не знаю, может быть, вы переживали это. Ну, особенно, наверное, в детстве у нас бывают такие истории, когда мы что-то сделаем не так, и потом понимаем, что родители об этом узнали или узнают, и вот ты не знаешь, как прийти к ним, как вот, да, вот ты, на тебя возлагали надежды, или в школе что-то наделали, напакостили какие-то, сделали поступок, который, вот всю репутацию, да, вот он скомкал так и выбросил. И вот Руим стоит перед Иаковом, и внутри эти переживания, он был верх могущества, и мгновение мы видим, ты не будешь преимуществовать. Чуть позже пророк Осия, в 8 главе, 7 стихе, запишет такое пророчество. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю, хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие поглотят ее». Не знаю, что произошло с Рувимом, но вот эта печать отверженности, она как-то сказалась на всем будущем роде этого человека. Проходит время, Израиль путешествует 40 лет по пустыне, они были там 450 лет в рабстве, потом эти 40 лет блуждания по пустыне. И вот по прошествии такого большого времени, Израиль приходит к земле обетованной, к тому месту, которое Бог обещал им. И уже другой человек, другая ситуация, другие люди, уже нет того Рувима, уже выросло совсем другое поколение, 450 лет. Это, наверное, сколько, 4-5 поколений должно было пройти. То есть все изменилось, ситуация изменилась. Но у Рувима или в колене Рувимова была сохранена вот эта вот память. Если вы вспомните историю, когда Израиль готовится перейти Иордан, какое колено решило остаться на той стороне Иордана, не переходить со всеми вместе? Колено Рувимова. Более того, мы можем прочитать, что это колено оказалось самое малочисленное в Израиле. И вот Моисей, уже другой человек, Моисей призывает снова глав поколений израильского народа, и цель его тоже благословить их. И первого, кого он вызывает, не уже по старшинству Якова, не Иуду он призывает, которому было передано первородство. Но Моисей призывает Рувима и, призывая, говорит следующие слова. Прочитайте внимательно. Второзаконие, 33 глава, 6 стих. «Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочисленным». В других периодах написано «зачем тебе быть малочисленным?» Не знаю, что случилось. То есть, возможно, вот эта печать обиды какой-то или печать отверженности, она легла на всем этом роде Рувима, что уже не было никакой надежды. И так часто бывает, когда у нас что-то происходит, какое-то событие или обстоятельство жизни, оно как бы разрушает какие-то перспективы для нас, или все мечты наши, которые мы лелеяли, вынашивали, вдруг они рушатся, а наши ошибки, грехи, обстоятельства, проблемы, трудности, мы теряем, знаете, вот такой вкус жизни, мы дальше не понимаем, что делать. У нас надежда исчезает. И вот эта печать, она вдруг становится, знаете, таким как проклятием на поколениях. Малочисленный народ не хочет жить со всеми вместе, там останемся на той стороне Иордана. Но Моисей, знаете, Моисей был особенным вообще в Израиле человеком. Если помните, когда израильский народ уже по выходу из Египта, там у Синая, они сделали себе идола, и Бог во гневе говорит Моисею, уничтожу этот народ. Помните, в Псалме 105 есть поразительная история про вот эти молитвы Моисея, и хотел истребить их, то есть Бог хотел истребить их Израиля, если бы не Моисей, избранный его, не стал бы перед ним в расселении, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. Вот на мгновение, представьте, это расселено, да, там, говорят, где-то 2000 метров эти Синайские горы, и вот он стоит, этот Моисей, в этих 2000 метровой высоте скал, и там Бог, который превыше всех этих гор, превыше Моисея. И Моисей, этот маленький человечек, он стоит в этой расселении и говорит, нет, Господь, помилуй их. И вот с Рувимом что-то происходит подобное, вот это сердце ходатайства, сердце, которое приносит надежду, оно было у Моисея, когда он вызывает этих глав колен и смотрит на все, что происходит в Рувиме, он как бы дает им второе дыхание, эту надежду, живи, Рувим, живи, зачем тебе умирать, зачем тебе носить эту печать, потому что у Бога есть еще благословение, Бог не забыл тебя, и несмотря на то, что там, в твоей жизни, в жизни твоих родичей были эти ошибки, был этот грех, ты живи, живи сейчас, увидь в Боге свою надежду, увидь в Боге то обетование жизни, которое есть у Небесного Отца для тебя, доживет Рувим и не умирает. Через несколько месяцев мы будем праздновать Рождество. Вы знаете, это один из любимейших моих праздников, люблю Рождество, не в плане вот этой всей мишуры, а в плане надежды. Рождество – это тоже праздник надежды. Иногда тут спорят, когда его справлять в зимой, осенью или еще что-то. А вот для нашего района, не знаю, в Беларуси, наверное, точно тоже так же, да, декабрь – это самый темный месяц года, правда ведь? И вот это конец декабря, начало января, это еще у нас, по крайней мере, на Урале, это самое холодное время года. И вдруг в это время мы говорим о надежде. И вот у всех вас, наверное, есть любимые тексты из Рождества. Наверное, из Нового Завета любите читать. Возможно, Ветхий Завет вспоминаете. А у меня есть текст, который записан в книге пророка Исаия. И я очень люблю этот текст, потому что этот текст тоже надежды. И он выше, чем надежду, которую, может быть, даст Моисей или кто-либо из людей. Книга пророка Исаия, 8 глава, 22 стих. «И взглянут вверх, и посмотрят на землю. И вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму, но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел». Вы знаете, вот это русское слово «огустел», оно означает такую беспросветную тьму. Это не просто тьма, где выключили свет, а где-то вот там далеко какой-то маленький лучик проникает и что-то вам освещает. Огустел – это когда просто, знаете, вот вы после света входите в темноту, мрак он поедает все, да, ничего не видно. И вот здесь пророк говорит, там, где был мрак, он еще даже и огустел. И кажется, нет никакой надежды. Все потеряно. Но вдруг, первый стих 9 главы. «Прежнее время умолило землю Заволонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной воссияет свет». И 6 стих. Причина этого света. В чем причина нашей надежды? В Моисеи, в Якове, в Рувиме или в Ком? Нет, причина нашей надежды вот здесь. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Все человеческие надежды, сколько бы Моисей не убеждал, Рувима или наследие Рувима, что они должны жить. Это все равно временно. Но для нас сегодня, братья и сестры, сидящих здесь, вот в этот день, в октябре 24-го года, есть более высшая надежда. Надежда этого света Божьей благодати, Божьей любви. Сегодня много людей, которые живут без надежды. В жизни кого-то тьма огустела, в жизни кого-то проблемы принесли потерю всякой оптимизма жизни и любви. Но приходит эта весть. Там, где тьма огустела, придет свет. И этот свет не человеческой надежды. Это свет надежды Сына Божьего. Сын дан нам. Молоденец родился нам. И потом, уже через много лет после Исаии, в ту рождественскую ночь, когда разверзлись небеса, ангелы воспели эту песнь. Не всю ее прочитаю, но есть там одна потрясающая фраза в песне этих ангелов. Луки 2 глава 14 стих. Слава вышних Богу на земле. Мир в человеках. Благоволение. В этом была надежда. Бог не просто явил мир, славу на землю, но Он явил нечто Божие. Он явил благоволение. То есть, благую волю, благую весть, данную нам. Может быть, сегодня кто-то без надежды, в отчаянии, обстоятельства. Мы слышали свидетельство, да? Бог исцеляет. А кто-то сидит и думает, а меня не исцеляет. У кого-то есть сегодня трудности в семье, у кого-то трудности на работе, у кого-то еще что-то. У каждого из нас есть свой путь. Но у всех нас вместе есть надежда. Как Моисей говорит Рувиму, так сегодня Господь через свое Писание говорит нам, не умирай, живи. Живи, потому что свет Божьей надежды во Иисусе Христе открылся сегодня для меня и для вас. Свет Божьей любви это та надежда, на которую сегодня мы можем положиться, довериться и знаем. Надеющиеся на Него никогда не постыдятся. Давайте еще один текст прочитаем. Мы будем молиться. Римлянам 5 глава. Мы читаем с 1 стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего и Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не этим только хвалимся. Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения, опытность, от опытности, надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым». Братья и сестры, пусть сегодня надежда Божьей любви и зальется в те сердца, где эта надежда потеряна. Пусть сегодня надежда Божьей любви и зальется туда, в то сердце, где, может быть, это отчаяние, грех, тьма постигла тебя. Но Господь говорит нам сегодня, доживет Рувим и не умирает, потому что есть надежда, надежда в Господе нашем Иисусе Христе. И давайте в нашей надежде мы встанем, чтобы помолиться, чтобы Божье благословение коснулось каждого сердца и Его благодать напомнила нам, что есть Господь, кто дает нам любовь и надежду. Отец Небесный, мы склоняемся в этой молитве перед Тобой. Я молюсь, Господь, сейчас вместе с братьями и сестрами, молюсь о том, чтобы наши сердца были преисполнены надежды, веры, любви, в Твою милость и благодать, которую Ты явил нам во Христе Иисусе. Может быть, в чьей-то жизни сегодня безнадежность, в чьей-то жизни сегодня отчаяние, как в жизни Рувима, чьи-то сегодня мечты разрушены, чьи-то, Господь, сегодня надежды потерпели крах, но все это было человеческим, если упало, Господь, и разрушилось. Но надежда, которую Ты даешь нам, надежду благодати, надежду любви, надежду этого благоволения, которое Ты явил во Иисусе Христе миру, пусть сегодня эта надежда обновит отчаявшихся, пусть сегодня эта надежда укрепит измученных, пусть сегодня эта надежда приведет к покаянию павших и даст Господь обновление, чтобы мы сегодня услышали эти слова Священного Писания «Живи, не умирай», потому что есть будущность и надежда, надежда во Христе и Иисусе, Господе и Спасителе нашем. Благодать Твоя да пребудет с нами, а мы благодарим Тебя и молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Братья и Иисусе,